всем привет меня зовут вячеслав хохалкин многие из вас меня знают как рэпера сяву я актер блогер музыкальный продюсер и много всего пообщаемся я здесь для проекта вместе мое детство это город перм микрорайон юбилейный такой немножечко на отшибе был я обычным парнем из обычной простой семьи и у меня жизнь делилась в год на две части первая часть это учебная часть которая проходила в городе собственно на моем райончике и вторая часть летняя часть она проходила в деревне то есть каждое лето меня мама отправляла к бабушке и я все лето там тусил насколько я помню я учился так себе вот наверное из-за моего наверно характеру уже даже наверное тогда у меня был такой характер немножко разгильдяйский такой сумасбродный все время находился в каких-то фантазиях вечно вечно летал мне было очень сложно сосредоточиться на чем-то одном из-за плохого поведения меня выгоняли все время в коридор я там тусил там какие-то уроки там отсиживал фантазировал что-то придумывал вот в итоге я остался на второй год но я из третьего класса не перешел в 5 а перешел в 4 вот и еще разочек год отучился за 3 класса мне это ничего не расстроило единственное просто что я попрощался с теми одноклассниками с которыми я был первые три года а в пятом классе уже ну появились уже друзья все они такие уже грубо говоря там школьные друзья за столбились какие-то и мы уже начали там общаться вот и я наверное относился к категории хулиганов вот то есть у меня там были ребятки с которыми мы хулиганили вечно что-то там приключения в какие-то попадали слава богу меня не затащила прямо совсем в какие-то такие моменты там куда можно было скатиться совсем то есть как-то и там и мама все-таки подслеживала периодически и давала хорошую взбучку вот и поэтому приходилось все-таки держать себя в руках все время рисовал на уроках вот поэтому самые крутые стенгазеты это были мои там какие-то были рассказы там то есть сейчас влоги да а тогда вот стенгазеты мне казалось что я в центре внимания мне нужно людей развлекать я познакомился там со старшеклассником у тогда уже в десятом или в одиннадцатом учился и он занимался местными дискотеками в школе и моя цель была так чтобы максимально к нему притереться чтобы там на дискотеках иметь какой-то вес у меня конечно пока не пускали никакие дискотеки там были вечерние дискотеки потом в итоге где-то в восьмом классе я все-таки добился своего и мы стали там мутить вот эти школьные дискотеки ты еще на кассетах было на бобинах там это вся движуха вот и я вообще стал звездой короче школы по поведению все он был не утка как-то как-то так получалось меня никогда не обращал на это внимание почему-то у меня всегда была уверенность что это все как бы временно вот потому что у меня своеобразный свой путь я знаю что что-то меня там ждет просто интуитивно то есть у меня не было такого что я конкретно знал чем я буду заниматься но просто на уровне интуиции я понимал что что-то меня ждет какое-то интересное будущее я буду двигаться объект пролезу короче куда нибудь интересно все свои какие-то внешние недостатки я всегда пытался скрыть под стильком под одеждой и так далее не было богатой семьи то есть обычная простая семья плюс папа алкоголик как вообще начинался мой день учебный мы просыпались в 5 утра и до 6 утра я шел маме помогать во дворе снег убирать потому что она работала дворником и почтальоном потом 6 утра я шел на первую баскетбольную тренировку а с 7 уже там начиналась там учеба единственное конечно я вытянулся я стал таким длинным худощавым вот и но я всегда скрывал это все под одеждой и не было какой-то крутой одежды интересных тогда в то время вообще в принципе одежды как бы такое не было все ходили примерно одинаково вот я из какой-то обычной одежды что-то делал короче какие-то приколы там если джинсовка я обрезал ее рукава там дырявил ее там если там какие-то обычные джинсы я что-то с ними мутил так чтобы они выглядели как-то по-другому иначе в общем мне все время хотелось отличаться от от общей массы и от общих ребят вот и часто я за это конечно получал от местных гопничков потому что тогда это было не очень круто типа там неформальные любые движения как бы вызывали сомнение и тебя все время вот но я как-то так как я все равно сам был таким как бы пареньком не не лохом скажу вот и мог сдать с дачу как бы и и у меня была своя тусовка то есть мы периодически как бы с этими гопничками там еще и разбирались сами ходили там район на район и помню вот эта вся движуха у нас была и в общем вот эти все дворовые разборочки это все то через что я прошел у меня история в следующем так как у меня папа был алкоголиком у меня с алкоголем всегда были траблы то есть я на живом примере видел как это плохо и как это разрушительно и до чего это может все привести но так как я все равно находился на улице и общался с ребятами естественно я это все пробовал ну до тяжелых каких-то наркотиков никогда не доходило я себе никогда в жизни этого не позволял потому что опять же на живом примере 90-е года начало 90-х до все вот эти гопнички они все тусовались по подъездам и естественно там были тяжелые наркотики которые они производили прямо в подъезде и не прямо это вот на твоих глазах то есть ты выходишь из лифта они там находятся в этом состоянии постоянные грабежи квартиры что связано с алкоголем и с наркотиками я максимально на живом примере увидел насколько это разрушительное что с людьми происходит при этом всю эту культуру я все это время впитывал 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 в себя и собственно потом в будущем в дальнейшем это все превратилось вот симбиоз в проекте рэпер сяо то есть он в нем все есть вот все вот эти окрасы всех вот этих ребят которые находились в то время с в моем окружении и наверное это длилось наверное лет до наверно до 20 до 22 3 металла так потом это все сошло вообще на нет дайк у меня не было такого что я как-то систематично как бы находился под градусом так еще что-то было так просто выпивали там с ребятами могли травку покурить там все это вот максимум ну и плюс спорт я все время был на спорте я ушел с головой в танцы я стал слушать музыку рэп в 13-14 лет там первые там какие-то рэп исполнители которые там были русских еще было очень мало а там западные всякие разные мы их стали слушать кассетами меняться рисовать граффити я тогда о хип-хоп культура интересно что это такое брейк-дэнс я увидел я такой о все я понял я знаю что я хочу делать короче и все я пошел все я понял куда применить вот эту вот мою вот эту дерганность время куда-то что-то и при этом оставаться крутым я пошел короче да учить танцы брейк-дэнс я взял себе арголит купил это такие листы и между пятым и четвертым этажом я расстелил это торгать арголит у меня был магнитофон ритм никаких батарей конечно не было через удлинители через квартиру там через этажи вот так вот это все первые там кассеты брейк-дэнса забегал домой смотрел так а вот это движение так 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 на замедленный так чик спускался значит на лестничную площадку и до талава пока у меня не получался этот элемент его отрабатывал 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 и вот где-то лет с 13 до 16 я занимался тем что я оттачивал свое искусство в брейк-дэнсе познакомился с ребятами кто в городе танцевал и меня пригласили работать в клуб танцором пригласили ребята у них был проект который назывался кочегары вот и там один из парней он там что-то у него там учеба какая-то было им нужно было уехать а второй остался один и у него не было напарника он увидел меня говорит вау ты круто танцуешь типа офигеть типа блин у нас так мало кто танцует давай будешь со мной типа я тебе покажу сейчас синхроны там и там типа залетай со мной там по выходным работать я чё я зеленый мне 16 лет и гриво прикольно а чё давай а он говорит там еще деньги платит откуда ладно в смысле ну да типа 100 рублей я вау а у меня мама тогда в месяц получала то есть но в этот момент как раз старший брат у меня в армии находился а я вообще ночью я безработный мама получала сторону там несколько на получала на рублей наверное 600 месяц получала 100 рублей за ночь и таких ночей получается 8 ночей в месяц 800 рублей то есть я практически ну то есть гораздо больше маму зарабатываю гримом мне 16 лет я говорю я пошел танцевать она куда пошел иди спи я говорю 100 рублей перенесут к все иди она меня отпустила в ночь мне 16 лет я в ночном клубе первый раз у меня происходит такое движение когда я выхожу на сцену толпа людей я начинаю танцевать люди там сканирую там типа вау типа круто и вот в этот момент мне просто все сцена это то что будет принадлежать в этой жизни мне вообще сто процентов все я как бы нашел себя вот она все ровно с того момента меня просто как осенило я просто понял для для чего я вообще здесь нахожусь я не знаю ты на каком-то интуитивном уровне происходит тут нет никакого какого-то рецепта то есть ты должен просто в какой-то определенный момент в тебе должен произойти какой-то щелчок но я могу сказать точно что этот щелчок произойдет только у того человека который направляет себя в сторону поиска тот кто будет искать себя тот кто ищет себя тут обязательно вот этот щелчок у него произойдет он поймет о интересно вот это я буду делать были такие моменты когда ты просто жестко падаешь до об неудачу вот тебя всего там ломает ты такой встаешь такой чешешь репу и такой блин капец и чё дальше и потом приходит сознание так я вроде встал вроде как бы живой ну то есть вроде меня это не убило так можно что-то еще попробовать и вот когда ты раз упадешь два упадешь тебе будет больно до ментально физически это физически но бывало так что и падала физически не было больно даме с гипсом на шее ходил там и так далее когда я отрабатывал как раз свои элементы в подъезде поэтому смотря какой путь ты выбираешь способа спортсменам конечно через боль вообще постоянно у них это физическая боль то есть тут нужно характер свой воспитывать его нужно закалять в в любом деле в любой профессии ты будешь падать и подниматься тут главное потом вот выровнять вот этот найти этот баланс и находиться вот между золотая середина ее найти и просто уже на рамничке вот так вот двигаться без особых всплесков эмоциональных когда тебе чересчур хорошо или когда тебе чересчур плохо да вот находишь этот баланс когда ты не расплескиваешься тогда она как-то вот но спокойнее но это со временем приходит у меня вот сейчас есть одно из моих кредо меняйся или сдохни вот и вот это как бы тогда это происходило на интуитивном уровне сейчас я просто уже охарактеризовал как бы это свое поведение это ощущение вот потому что если тебе что-то не нравится просто поменяем ну просто бери что-то там что-то предпринимать чтобы чтобы из-за от этого избавиться и вот в тот момент у меня происходило примерно то же самое я понимал что я не хочу находиться на этом районе и понимал что у меня очень натянутые отношения там с мамой там и я не мог находиться в квартире меня там ограничивали меня там заставляли что-то это делать что-то то делать и так далее ну то есть понятно что ты живешь в семье есть какие-то правила которые тебе нужно соблюдать у меня руки были всегда развязаны я чувствовал что мне нужно просто и как бы кого-то еще там что-то это я понимал что мне нужно просто куда-то двигаться перемещаться тем более вся туса там я сюда уже не могу возвращаться потому что и плюс движение дорога и так далее не тут не очень нравится и вот начались какие-то первые заработки я понимал что у меня есть возможность снять квартиру и я со своим кентом напополам снял квартиру в центре города переехал и вообще с кайфом вообще с удовольствием я просто кайфовал от этого и взаимоотношения с мамой сразу же наладились она стала любить сына когда я приезжаю там все все вообще все круто и соответственно у меня взаимоотношения поменялись то есть это момент который необходимо делать каждому сто процентов для меня одиночество это так это моя среда обитания вообще так как у меня мама работала на двух работах батя все время где-то пропадал на своих там этих тусовку но на самом деле крутой был мужик вот ну просто что-то куда-то его понесло не туда но это его дело а брат как бы он учился скажем там в первую смену потом там всяких много кружков там и так далее я часто оставался дома один вообще а так как вот я опять же заострю внимание на том что я не поседа и я один дома и мне как бы блин скучно что за фигня у меня начались моменты когда как-то раз как как раз когда начали прорываться мои актерские способности и таланты вот я начал вести сам собой монологи диалоги ставить сценки зеркало было мой лучший друг то есть мне самим собой было никогда не скучно и вот это вот воспитание вот это вот среда когда мне постоянно оставляли дома одного под закрытым ключом зеркало привет ну давай чё у нас все сегодня и все и неслась вот эти всякие мизансценки сценки песни танцы просто иногда скучно становится и поэтому с друзьями кайф тоже повидаться там пообщаться но сейчас уже нет такого что мне кто-то закрывает одного дома я сам выбираю одиночество или с друзьями первую свою любовь я очень хорошо помню это было в садике была девочка из мультика вообще сто процентов вот такие вот пышные рыжие волосы веснушки по всему лицу ну просто как бы солнце такое и это было прикольно да но такое воспоминание такое детская вот это вот наивность прикольно я как-то но я романтик вообще стопроцентный вот и с детского сада как-то вот это вот все папа понеслось и потом еще круто совпало что она еще со мной и в школе попала на первый класс а в третьем классе короче попался пришел к нам мажорчики вызывали паша вот и он тоже не влюбился и через меня пытался к ней подкатить а я-то знал что там вообще ничего не светит но при этом как бы я понимал что он такой пацанчик мажористый вот и у него там батон ну папа он ездил короче за рубеж привозил всякие движухи в 90-х этого ничего не было там всякие жвачки короче прикольные там что-то так такое чего вообще у нас не было я такую слушай этот ты хочешь не повидаться там типа давай вот я с ней договорюсь ну жвачка нужно было пригласил для жвачки там шоколадки короче весь этот кипиш он не приносил мы с этой волей короче организовали своего а п.г. вот она встречалась и потом мы вместе эти жвачки хавали шоколадки но потом он выкупил это все движуху и как-то так это все рассосалось я уже не помню как и я до сих пор короче когда там к маме приезжаю вот этот вот там на райончике желтый дом она жила в частном доме вот этот желтый дом он по сей день там стоит я такой проезжает его моя первая любовь и к маме мне не нужно было прикладывать много усилий чтобы как-то заинтересовать девушку вот плюс я же говорю я как бы дикий романтик и там стишочки какие-то песенки какие-то танцы плюс со мной никогда не скучно какой-то движ девчонкам всегда было прикольно со мной поэтому я как-то ну быстро завоевывал сердца девушек ну и разбивал конечно сердца много кому вот но потом я словил как бы карму вот она прилетела ко мне я понял что так делать нельзя вот и перестал в девчонок влюблять в себя вот как-то стал аккуратно с этим обходиться ну наверное когда-то в скажем в юности наверно да она что-то происходило когда в переходный возраст в переходном возрасте это происходило но она происходила от непонимания как бы блин чё-то я даже не понимал как бы а что происходит да это как раз такое было направление меня в сторону как бы узнать себя поближе вообще да потому что первые вопросы начались какие-то такие духовные да то есть я себя как-то не склонял к тому что было на поверхности там религия политика какие-то правила и так далее то есть я себя чувствовал единицей да то есть я себя чувствовал как вот какой-то вот я такой вот это вот все но как-то блин как будто бы не про меня да я начал формировать в себе свою философию я начал увлекаться всякими разными эзотериками много всяких книжек перечитал потом понял что это тоже все ерунда и потом просто надергал всего каких-то там ну просто общих каких-то понятий да то есть там добро зло и вот она как-то меня сформировала по кусочкам как-то и закалила мой характер приблизился к пониманию кто и есть такой а до этого момента конечно когда-то в разобранном состоянии когда ты еще не заполненный кувшин какими-то духовными моментами ты конечно попадаешь в такие ситуации когда ты задаешь себе вопрос и остаешься один на один с самим собой чешешь репу и ты не понимаешь блин а чё как а куда что и происходят какие-то ломки срывы и депрессия самое главное на самом деле вот задавать себе эти вопросы они боятся их и пытаться найти сначала пытаться найти ответы а потом уже ответы не искать блин побольше вопросов бы еще что-то я хочу еще что-то узнать то есть начинаешь еще больше вопросов искать полагаю что характер это такая штука которая не дана родителями то есть родителями дано воспитание да а характер это какая-то очень индивидуальная вещь тут важно наверное определить свой характер до прийти к осознанию к пониманию своего характера это все как бы на самом деле должно происходить интуитивно то есть нужно развивать свою интуицию вот самый главный лайфхак на самом деле развивайте свою интуицию интуитивно чувствуете что вы ближе что вам интереснее что куда вас тянет и не обманывать самого себя не обманывать то есть почему потому что многие ребята там типа мне это нравится мне это классно но я в этом ну как бы я в процессе здесь кайфую но вот там ребята там вроде как бы бабки там еще что-то там не очень круто но зато там как-то вот ну перспективный вот они попадают в эти ловушки там либо там закрываются там в каких-то золотых этих как 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 жар птица там в клетке сидят вот не раскрывая свой потенциал потому что любая профессия любая твоя деятельность это творчество если ты как раз столкнулся с тем что ты осознал себя ты уже сам рисуешь как режиссер свою судьбу